Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей командной игры, в которой я играю за Польшу, в команде с 12G, которая играет за Крафаген, против Кореи и Майя. Это вторая серия, и если вы не видели первую, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше знать, с чего всё начиналось. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Подожди, а понтон-то не взял? А, там религию крепили, я проворонил этот момент. Пошли в ворбу. Один из ходов. О, они письменность открыли, наконец-то. Сейчас как в ворбу рванут тоже. Нет, мы не рожаем торговца. Но инженерное дело у них не открыто. То есть, как минимум, они на одну теху просто отстают, да? Для арбы. Но я так считаю, что мы просто сидим, ждём, когда они на нас будут нападать. Нам нападать не надо, правильно? А потом, не, потом мы с арбой пойдём уже в ответку. Подождём золотой век, когда у Кореи пройдёт. Так, пойду-ка я ему тут медь ещё пограблю конями. Статую Зевса построю. Не, Лёш, зачем? Не надо её вообще строить. Запей, мы... Понимаешь, если ты атакуешь город, и то, скорее всего, ты уже... А что ты предлагаешь в Варшаве строить? Армию дальше. Чтобы вот точно не проиграть, понимаешь? Там молотков всё-таки много, мало ли что случится. Ну, я даже коней буду строить. Да, коней хорошая идея. Коней, меткалуков там, где-то всё строит. В машиностроении мы выйдем, рано или поздно. Раньше них, я думаю. Попробуй вот там между Чеченицей и столицей корейцев клинится. Там явно и дорога есть, а вон меткалуков... А меня гонят там. Да, да. И караваны явно... Блин, там холм. Так, по стройку я пятый город ищу. Вот между Гадасом, Лодзью. Ну вот, чтобы у меня такой кружочек был красивый. Вот там, где железо, три оленя стоят. Ну, построй. Лёш, у тебя много счастья? 18. Отдай мне медь тогда, я с Мамбасой задружусь. Я тебе золото отдам твоё через несколько ходов. Да, у меня, кстати, богата хочет золото. А Сингапур таракотовую армию. А, ну, в принципе, нафига мне уже Сингапуром. Я... Сингапур надолго, дружочек. На 30 ходов. Боже, ты из-за тебя... Ты ещё и Иерусалима союзник. Ну, случайно сказать. Нормально. От Иерусалима это круто. Блин, где мой пророк? Мы же даже наряду не строим сейчас эти грешки, им там всё. Блин, они пагеды ещё взяли. А у меня пророк нифига не появляется. Так, у тебя справа от Гадаса появился лагерь. Курлёш. Чего ты сказал? Дискорд лагает. Лагерь вижу. Лагерь. Продолжение следует... 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 воля воля да еще могли специалиста посадить в но они длинки тоже когда открыли то прими лишь я там в ответку кинулте и 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 Ну, то есть у корейца там настроена метка луков, которые он апнет за деньги Майя в арбалеты и пойдет на нас. А, они тоже сильнее коми, я пропустил этот момент. Я тебе уже давно сказал, что они открыли, это же нет мое дело. Да, Леш, я это все пропускаю мимо. Ну, апни ты, апни. Так, давай сразу после арбалетов поставь сейлинг, еще один караван пускай будет, а потом мастерские. Там сейлинг, наверное, один ход будет открываться какой-нибудь. Там сейлинг. Там сейлинг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, у них золотой окончился Мы по молоткам обгоняем И ты тоже обгоняешь? Ну я там рядом очень Ну разница, первый 67, последний 61 Так что тут И у нас одинаково, кстати, по техам Все О, так он наступает на тебя Ну я не знаю наступление это или нет Но он так вперед выставил Ну окей Не очень мне поня... Не очень мне это понятно Ну я пообстреливаю Но у него генерал Тоже есть О, я еще третьего генерала набил Короче, у меня три генерала Мне их только солить осталось Субтитры сделал DimaTorzok Ты там денег не накопил случайно Ни на какой ап На один, наверное, будет Я эту дорогу в ту сторону тоже копать вон начал Надо было раньше-то сделать на самом деле Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А, они открыли арбу Ну и мы открыли арбу Только не понимаю, почему он не апает У него же денег до филе Ну в общем, да, кореец пошел в атаку, походу Субтитры сделал DimaTorzok В общем, нужна твоя подмога Деньги они слили Крив пропал с Пойдет арба В общем, у него еще и 72 есть Что-то куда рабочим побежал одним Левым На оленях стояв строй дорогу прям А, точно Трой на оленях и на холме где стоишь Они просто автоматом стояли Побежали оленей обрабатывать Субтитры сделал DimaTorzok Вон арбалет уже Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Что-то мне захотелось крепость поставить где-нибудь У меня три генерала Вот подлодим снизу, главное лес не сломай Слева от оленей ДимаTorzok 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 Два хода будет пилить лес ДимаTorzok 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 ДБДМ ЗЛОВОЗОВЛОК ДимаTorzok ДимаTorzok ДмаTorzok ДимаTorzok Забехас ДимаTorzok ДимаTorzok Этот notions Дима gebracht ДимаTorzok подари мне сразу этого метка лука в начале у нас тельнуть подожди а у тебя там был генерал смысле ладно а 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 и а а а и Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 Какая-то у нас там сделка закончилась. Я тебе цитрусы выдавал, тебе нужны ещё? У меня пока и счастья не так много. Ну у меня плюс 6 в принципе. Ну у меня 4. Так что пока так посидим. Можно на следующий ход крепость у него сломать? Вряд ли. Но я попробую. У меня один выстрел есть. О, у меня генерал. У меня уже 2 генерала есть. Главное правильных использую, у тебя их больше должно быть. О, блин. Не успел. А теперь успел. У меня художник. О, блин. Ход у меня ещё свой золотой человек. Ну рисуй, что я тебе могу сказать. Рисуй. Художник. 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 Что там? Не помню. Не помню. Как там в стишке. Художник. Не знаю. По-моему. А по-моему у них не задалась атака. Ты смотри, они сейчас выйдут ещё. Корейские юниты. А где они? У них пока что литьё не открыто. А физики, они должны быть вместо древушетов. Литьё у них не открыто. Они, конечно, деньги друг другу передали там, чтобы у них, ну, наука шла. Но пока что литьем мы отклили только Я, кстати, везде мастерские строю Так, на минуточку Не, ну если ты пока дефишься, то это нормально, окей Я пока вот решил не строить Тебе помочь Ты можешь сначала, может, и построить, потом я поскольку Ну я вот уже заканчиваю в Варшаве, например И два хода во Вроцлаве и Кракове То есть это вполне У меня инженер сейчас 15 ходов, я его тебе передам тогда Зачем? Эльгамбру бахнешь Будешь коней строить сильных Ладно А ты Дегу не хочешь взять? Я стараюсь Да, он вообще уже меня не обстреливает чисто тебя сверху Ну отлично Блин, может мне уже тогда крепости ставить Под Нет, пока не надо Но у него нету генерала Вот около Джинджу вот этого Честь у него вторая не взята Ого, вот сколько у тебя производства У тебя что, золотой век? Да Надо 14 ходов целых Ну я второй И вот такой Ну я второй Какой неприятный 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 ну не знаю хотя армия у них есть а 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 У меня конюшня дает. На закрытую, да. Давай на закрытую. У меня конюшня дает. Продолжение следует. 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 Просто сожги мои команды. Нифига, он выбегает там. Поздно так. Леш, ты готов? Да. Лучше подбеги. Давай на счет 3. Так куда, подожди. Все, готов забегать в город? Да. Сжигаю? Оставь, оставь, ты чего? Может они его, кстати, сейчас отбирать даже будут. Нет, так я его начну сжигать, но потом отменю. С сателлитом оставь, нет. Оставь, он нам пригодится. От него можно крепости ставить под Сеул прямо. Ты не понимаешь, когда его начинаешь сжигать, это можно отменить, но при этом можно у него... Да, но ты его аннексируешь, у тебя счастья меньше будет. Пусть останется таким. Мне кажется, им сдаваться уже надо. Инженер через два хода. Ну и там дальгамбры недалеко. Кстати, а я смогу крепости доставить от твоего голя до этого? А нет, ты сможешь мне его отдать, я его даже сжигать не буду. Я же могу так сделать. Да. Только мне надо его отдать, когда у него не будет полностью хп. Ну, я не думаю, что мы с Коля это будем делать. Может, теперь ты мне генерала отдашь или будешь крепости все-таки ставить? Могу пока отдать. Блин, ладно. Следующий ход отдам. У меня еще свой есть, я еще с честью возьму через шесть ходов. Да, блин, у нас куча науки, у меня уже в плюсе, у тебя тоже в плюсе. Мы их вообще... Они хоть почему-нибудь нас опережают, на три техи они отстают, я не знаю. Ты можешь, кстати, арбалеты мне тоже дарить. У тебя все равно не стоят некоторые, правильно? Да. Я тебе могу дать денежку, чтобы ты одного метка лука апнул. Давай. Целого. Мне... Подожди, там тегу забирать пытаются. Да. Коня выведены в следующий ход успеешь? Да, постараюсь. Все, давай. Вон клетка там, крепость свободная слева сверху. Под медью. Я туда не буду ходить. Под медью, блин, где это? Выше, слева на две клетки. Слушай, надо сказать ребятам, чтобы они на последних секундах не ходили. Что за фигня? По ним забрал. Слева на этот ход не забирают. Черт возьми, блин. Не забираю понял, что это лук. Да ладно, Люша, успокойся ты. Но он мне разграбил крепость. Пока я там с ними писал Они в конце хода Обстреляли мне Ну этого Леш, давай просто продолжим играть Я думаю, это не сильно сейчас важно Чтобы вот этой суматохой не заниматься Забери, почини и пошли дальше Ну я сделаю это, но это, блин, какое-то издевательство Что за Наплевательское отношение к правилам Блин Блин Они и тегу сейчас заберут из-за этого Сейчас откачу, буду считать 3-2-1 и играем Лошадь выведешь? Да Я читаю Да Лошадь выведешься ход только не завершай окей я отвлекся ладно пока те говорил типа юнит не полечил не отвлекайся больше блин ты мне очень неудачно генерала подарил я его не могу вывести оттуда никак сейчас подвинусь папа спасибо лишь тысяч арбалет подарю у тегу забить его в город эту достреляй окей пирин твой убивать арбалет долю всю конечно и для ты сможешь конечно давай так на метка лучника тебе ты стрелял стрелял метка луками до нижними а ну лодзе апнешь я не знаю чем ты говоришь сейчас метка лук апни у лодзе в крепости просто чтобы деньги ну куда их делать все но лучше обнюдно чудесно коня далеко не убирай кстати думаешь это бьют они могут стрельни порвалит я уже по коню стрелял просто не конем скорее всего будут забирать инженера тебе виду давай ну походу дебу они не отбивают лёш занимай клетки между тегу и лодзем тоже тебя на сколько арбалетов дорогу тоже подожди подожди между дегу и лодзем ну там место смотри сколько власть туда лес там можешь порубить тоже а там джинджу снизу стрелять будет построить сначала дорогу на клетке с лесом лево сливе это ниже твоего метка лука на лесе понял где сможет туда сбегать там еще дорога его есть которая на нейтральной территории просто много армии без дела стоит нужно использовать лагерь родился в центре между нами плохо да вот вот кого обстреливать у дегу а надо не стрелять на она поменять моего арбалета будет когда это иду битого понял как он меня не забей не надо менять что ты не пойла как у меня коня убил тема что я спустился точно распустился нифига себе тупо почему она иногда срабатывает что это за фигня так что хочешь поменяться с твоим не меня уже все меня уже убили и не надо ничего все сети там просто стрелять клетку слева от тегу займи там стрелять можно с ними лучником еще чем-нибудь да с нее а у тебя сколько счастья 2 понял уже города в его религию обращаются это же плохо денежки это им дает тоже а а а и а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, может тебе подарить этих арбалетов? Потому что, ну, получается, мешаться буду. Ну, подари. А, в общем, я вам даю... Так, стоп, а у нас нечем-то город обратно забирать? У меня есть слоник. Потому что... Оп, и есть чем сразу. А, стоп, у меня есть конь еще. На всякий случай. Ну, окей, ты можешь, как бы, тогда дадить мне армию. Вот оставь то, что у тебя есть, а то, что будет новое, там, дари мне. Я буду воевать. Просто раз ты на Чунжу не нападаешь. Ну, блин, ну вот как на него нападать? Хотя он тут постоянно какие-то юниты приводит, причем Майя это делает периодически. Майя и тут приходит тоже. Так, сколько у нас там до рыцарей? Восемь ходов. Только Альгамру обязательно в том городе, где конюшни есть. Понятно, да? И казарма, Леш, там бахни еще перед этим. Слушай, мы че, пик че? Я могу. Построим и че, пик че. А сколько ты получаешь денег от торговых этих? 24. Ну да, строй. Прими предложение. Майя Майя У тебя там наука-то есть? Открывается что-нибудь? Да, 56 у меня Я нацик еще не строил даже В мае много денег Да Леша, два арбалета стоят Ты ходишь ими? Подожди я Окей 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 Не знаю зачем он этого рабочего захватил Окей Продолжение следует... 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 Ну как очень плохо? Их же может только корейц строить, а мы как раз его прессуем. Продолжение следует... Не знаю, такое ощущение, что он моего даже коня обстреливать не хочет. Непонятно мне это. Тебе подарю. У тебя там теперь денег-нибудь? А, минус пять. Нормально, нормально. Ты этим конем атаковал этот ход? Да. Я могу им еще раз атаковать. Ну ладно, я конечно не буду так делать. В правилах турнира написано, что нельзя. Четыре хода дали гамбы. Вообще, я думаю, сейчас нам не лезть дальше. Потому что тяжело идет, как бы. Если легко пойдет дальше, то окей. А так постоять, подождать. Давайте я сейчас нацик дострою. Построю в смысле. С нуля. О, пагоду купил. О, кстати, может действительно пагоды покупать. Мне уже просто чудо не дает веру. О, пагоду купил. О, пагода купил. блин у меня кони распускаются походу надо всех коней тебе давай мне да тогда их он тоже пилит лес как я хочу сколько ходов до рыцарей 3 сейчас нацик будет возможно быстрее и 17 жителей столицы все таки я тоже начал нацик строить думаю что него подъехала 1 29 мощь ну как слоны да чё-то жестко я предлагал дегу спалить пока нам не мешает он вроде как я не может по городу атаковать кто-то говорил может может просто он не имеет бонус как ну как требушет это было слишком сильно если бы имел он пошел дэву обстреливать ты чем же не обстреливаешь он вроде не стилька так она думаешь стоит уже ну с двух лет окажешь не забьешь стрелок уже лучше с 4 на 4 уже опасно но с одной клеткой точно может эти стрелять отсюда до дорогу щитом провести о смотри как круто скалу тяпнуты что ли не знаю смотри но а а блин могу забрать ну давай я бы его сжёг я его обстрелили не могу стреляй давай давай слоном потом конем вот так эти сжигали себе зачем сжигать так он заберет сейчас я опять заберу а и 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 я и das Поехали! Поехали! Опять мамбаса союзник. Поехали! 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 Ну хотя у меня сейчас 16 монет пропадут, может не один быть. Посмотрим. О, отлично лишь, ты почти забрал. Шансы есть. То есть он на тебя часть армии, видишь? Да, да. Хорошо. 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 Поехали! 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 так что то на этим ходом мне много юнитов угел не нравится мне это фига он кликает жестко знаешь кликает у него как будто какая-то задержка происходит и потом сразу три клика даже не по очереди идут 1 одновременно на следующий ход рыцарство и начиная лицами только за лицарей строить лишь это интересно ну а потом можно в порох идти наверно ну давай ты казармы построил уже но в одном городе до в котором будет альгам да кстати и в другом с конюшней тоже построил у них проблем в том что майя по деньгам тащит у него просто очень много денег хотя по науки они вроде не догоняют нас пока темы дешевый тихи открыли в принципе и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сначала сталеврение пойдем Так, ну я следующим ходом постараюсь Отлично Субтитры сделал DimaTorzok Ну не знаю, у тебя столько производства прям Ты там должен рвать А ты не рвешь Не рвется, что-то Может у них изоламинировано Не, ну тут армии много Вот то, что и напал, это хорошо, мне легче стало Плюс ты там нацик строил, плюс я еще что там строил Начу пик О, у меня уже генерал скоро Да блин Ну блин, ну Он тремя юнитами походил, а я нифига ничего не походил Я сжигаю этот город долбанный Он меня разозлил Почему их сжигать-то? Ты что ты их оставлять хочешь, я не пойму От них можно потом нападать Плюс смотри, юнит, который в городе стоит Он не получает урон Плюс нужно по городу сколько? Это знаешь, это как защита для юнита город Просто он еще стрелять может Да, немножко несчастья у нас будет Он отобьет, и ему вернется вот это золото, которое перед городом Мне помогало, что тут дорога в этом золоте есть Я могу быстро бегать туда Я его не отобью обратно, если он его заберет Окей, сжигай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! У Майя честь в два Сильно При этом он не воюет У Майя денег там много Майя им науку сейчас тащит Единственное, что у него нет города, как у меня большого Поэтому я пока справляюсь Ну окей, он тащит науку, но не воюет Ты нафига ему честь в два Не, почему он тут воюет? О, у меня во всех городах начался день короля в связи с тем, что мех ко мне добавился Благодаря джинджу А ты сжигать город хочешь? Да Просто я его ненавижу ГГ Он мечником не смог у меня город забрать Хотя тут холм, не знаю Мне кажется, надо было еще на дегу сдаваться Не знаю, что тут так долго это все На свои хванчики Я вообще сейчас не заметил, да, чтобы у этих хвачьих чем-то Ну, урон наносили большой Может и наносили, но я просто не замечал Они... Мы ему экономику подорвали То есть у него не так все классно Если бы они... Если бы этот юнит был у Майя, например Нам было бы хуже Майя бы его там клепал и поставлял чисто корейцу Я за Майя загружусь Я, честно говоря, не очень понимаю Ну, как-то они все странно сыграли С одной стороны вроде в защите сидели Потом пошел на лоте что-то нападать Ну, они хотели арбу прапать и пойти быстрее У них это получилось, что они быстрее прапали И у него было больше Так они на один ход Мы тоже готовы были Ну, даже если так Я как-то вообще не ощутил особо нападения Силиус не за нас болел с тобой Ну, так естественно Придется опять с нами играть в каком-нибудь этапе Опять проиграет Ну, может, хочется играть с теми, у кого выигрываешь Ну, понимаешь Тебя надо было наказывать Как человека, играющего в традицию Ну, то есть А как он накажет, скажи Он, может, сам там горел поставить Я поставил, окей А дальше что? Так не обязательно даже на тебя нападать На меня нападать надо было раньше Человек у меня в команде Партнер играет по традиции Он явно мне не может нормально помочь Ну да, возможно, ты прав Мне кажется, что я именно с Артемидой ошибся Зря ее начал строить Так рано, во всяком случае Я 14 ходов на нее потратил Это очень много Мне нужно было рабочего сделать Соль обработать Город поставить раньше Ну, не знаю Ну, выиграли, выиграли Я не скажу, что у них Я даже не знаю, какое у них место Лучше, хуже Наверное, хуже все-таки У них нет столько солей, как у меня Но я думаю, что моя традиция Вот в данном случае Зарешала То, что мы потерпели, конечно То, что они не пошли Это они виноваты У Майи 54 науки Сейчас на 107 ходу Ну, корейца 0 Вообще ничего Они, кстати, в порох дальше шли То есть они в рыцарей Даже не думали в рыцарей выходить Они чисто в порох дальше Ну, мне кажется, это правильно С их стороны делать так Ну, мы бы тут рыцарями, конечно Разгулялись бы Я думаю Не знаю Очень классные у них нации И как-то и нации классные Может, они думали, что мы, знаешь Будем, типа, волю тоже брать Оба именно И типа, это, на Медколу Как драться с ними Что-нибудь такое Города, поэтому они так ставили Защитно А они будут, типа, развиваться Такие слегка Отмахиваясь Да, мы тут многие пишут Что мы играем Как-то странно с тобой, Леша То на ЗПВ мы что-то не то делаем То еще где-то что-то не так делаем Ну, хотя мы и проигрываем часто Так что А что, блин По шаблону играть Обязательно все время Ну, я бы, наверное, играл Если бы знал Так, что есть какой-то шаблон особенный Да нет никакого шаблона Просто, ну, в данном случае Тебя не наказали За традицию Ну, я просто не думаю Что если бы ты играл через волю Что у тебя было бы хуже развитие Вот в чем дело То есть У тебя куча еды и так было То есть Не обрали Там Прям уже пять городов стоит Ну, ты и так четыре города поставил И так четыре города Но у меня счастье было, окей Для такой столицы Ну, как счастье Плюс я еще к несчастью Потом сидел У меня Ну, это да Нам с ГГшками повезло сильно Я думаю А, кстати, да С ГГшками Очень сильно Это точно везение Потому что три ГГшки считали Забрал, потом люкс добавил ГГшки были нашими дружочками Плюс Сингапур мы засоюзили Который давал много Счастья То есть Очень все неплохо Они Кстати, сейчас я гляну У корейца вообще Ничего не было на ГГшке То есть у них Все ГГшки по нулям Никакие квесты не выполнялись С другой стороны У них религия была У Майя И этот Геликарнас Но он взял храмы в религии Сначала Так как их не построили Они его Как это религия у них распространила Даже на наши города То есть Посмотрите, сколько там Майя с религией имеет денег Им бы защитника веры Наверное, надо было брать Или оно было у них Нельзя Или можно Да, наверное Его можно брать А они его и взяли Все верно То есть даже с защитником веры Так Мы продавили их Да, точно Взяли защитника веры Ну я тебе говорю Что люди Которые умеют играть Через волю Нас бы наказали здесь Они бы просто Меня вынесли Вначале Просто потому что Ты бы не смог Никак помочь Со своей традицией У тебя там бы юниты Строились еле-еле Вначале То есть они бы На каких-нибудь метколуках Не, вот Ошибка моя, я думаю Даже Вот именно в Артемиде Вот если бы я ее не строил Я бы быстрее поставил город Я быстрее бы закинулся Закинул караваны Я мог бы эту Артемиду Позже поставить Обработал бы соль Там вот Не зря про соль говорили Надо было ее действительно Раньше обрабатывать Город этот раньше Можно поставить Он, видишь, у меня пятерка И до сих пор Правда он там Выдавал почти 20 молотков Это нормально Там арбалет Четыре хода строился Дегу захватили И, собственно, тут Плюс я еще смог Этих лишних людей В столице Мне же некуда было сажать Я просто построил И, кстати, вот Обрати внимание Что здесь как раз Получилась та игра Где мы с собой вдвоем воевали Ну да А кореец Бедняга один Ну, он, конечно, не вывозил Он в одном месте Там сосредоточился А его с другого места Так он упал У Майя тут тоже что-то делал Вроде вот армию дарил Плюс иногда сам конями там управлял Но у нас конкретно было две армии На двух разных фронтах Ну да Ну правильно, что Сеул ближе родился Ленка и Сеул Вишни друг за другом Да А мы с тобой одинаково прям Да Тоже Это тоже важно Спасибо, что досмотрели до конца Я Леша Халец И тот, кто сделал это видео У меня к вам несколько просьб Во-первых, не забудьте поставить лайк А во-вторых, поделиться этим видео Раз уж вы досмотрели до конца Видимо, оно вам понравилось Я вам буду благодарен И это поможет распространению моего творчества Для более широких масс На этом все Играйте в умные игры